Приветствую вас, братья и сестры, любовью к Господу нашего Иисуса Христа. Ему единому добудет слава в нашей Церкви. Давайте мы помолимся вначале. Отец Небесный, мы благодарим тебя за то, что ты любишь нас, за то, что ты всегда близок к нам, за то, что ты открылся тем, кто тебя не искали. Ты послал, Господи, Сына Своего Единородного, чтобы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Благодарим тебя за то, что по просьбе Иисуса Христа ты ответил на Его молитвы, что ты ответил Ему и что ты послал нам Духа Святого, который живет среди нас и соединяет нас с небом. Благодарим тебя, Господи, за то, что Дух этот Учитель, мы просим тебя, чтобы Он сегодня учил нас во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Сегодня я хочу произвести такую проповедь названием «Как Бог делает чудеса». Прежде чем перейти к проповеди, наверное, нужно убедиться в том, что мы вообще верим, что чудеса происходят. Что такое чудо? Ну, наверное, в прошлом, если бы люди увидели летящий по небу самолет, то они бы сказали, что это чудо. Но мы понимаем, что самолет — это не чудо, это просто есть правильное понимание того, как устроен этот мир, физических законов и создание машины, которая это делает. Поэтому мы это чудом не являем. То, что я в интернете через телефон сейчас могу общаться со своим другом и видеть его лицо через океан, еще 20 лет назад мне бы казалось чудом. Сегодня это уже не чудо. Под чудом мы подразумеваем, когда... Под чудом, под настоящим чудом мы подразумеваем то, когда что-то идет вообще вопреки всем законам этого мира. Вопреки нашему опыту, вопреки физическим законам. Но, например, чудом является то, что Иисус ходил по воде. Обычно люди думают, но он ходил. Это чудо. То, что он умер и воскрес — это чудо. То, что он родился от девы, было непороченчатие — это тоже чудо. И поэтому я сегодня буду говорить именно об этих чудесах, но не только о тех чудесах, которые были у нашего Спасителя в жизни, но о чудесах, которые происходят в нашей жизни. О том, как они происходят, а потом, самое главное, зачем они происходят и как к ним относиться. И для этого я предлагаю вам прочитать Евангелие от Луки с 5 главу, с 1 по 11 стих. Я буду использовать современный русский перевод. Почему я его использую? Потому что, ну, очень уж удачно они переводят. И очень так вот уже оно... Ты читаешь, и иногда часто добавлять нечего. Не нужно ничего растолковывать. А наша задача — понимать слово как можно более ясно и просто, чтобы не было разных непонятных слов. Ну, те из вас, кто привык к синодальному, или к какому-то английскому переводу, или к украинскому переводу, ну, следите в своем переводе. Луки 5, 1, 11. Однажды Иисус стоял у Денисарецкого озера в окружении набиравшей толпы. Она слушала слово, которое возвещал через него полк. Иисус увидел две лодки, стоявшие у берега. Рыбаки же, выйдя из лодок, мыли сети. Войдя в одну из лодок, это была лодка Симона, Иисус попросил его немного отплыть от берега. И, сидя из лодки, продолжал учить людей. А закончив сказал Симону, «Отплыли на глубину и забрось сети для лова». «Наставник», — ответил Симон. «Мы всю ночь трудились, не покладая руки, ничего не поймали. Ну, раз ты велишь, я заброшу сети». Они забросили. И поймали такое количество рыбы, Что стали рваться сети. Они замахали товарищам с другой лодки, Чтобы те плыли на помощь. Те приплыли. Они запомнили обе лодки рыбой, Так что лодки стали погружаться в воду. Увидев это, Симон Петр пал на колени перед Иисусом и сказал, «Господи, уйти от меня, И я человек грешный». Ведь и Симон, и те, что были с ним, С ним, в числе и Хиака, и Иоанн, Сыновья Завидея, Завидея, Товарищи Симона, Перепугались при виде такого улова. Но Иисус сказал Симону, «Не бойся, Отныне ты будешь ловцом людей». Вытащив лодки на берег, Они все оставили и пошли за ним. Чудо это или нет? С точки зрения Симона, Это было очевидное чудо. Симон, Которого впоследствии назвали Петром, Который впоследствии стал Главой церкви, Стал тем камнем, Который написан на этот камень, «Ты Петр, камень, На тем камне я построю свою церковь». Он был лидером церкви, Лидером Божьего народа. Начинал свои отношения с Иисусом Христом С явного чуда. Я могу себе только представить Симона и его друзей, Которые всю ночь рыбачили. Кто из вас рыбачил всю ночь? А я рыбачил. Один раз я рыбачил целый день, Начиная где-то с четырех утра И где-то, не знаю, там, до вечера. И мы были в большой лодке, Большая надувная лодка, Десантная военная лодка, Которую, Она просто там вмещала восемь человек, Мы были четвером, Мы выплыли рано утром, В четыре утра. Было жутко холодно. Первые полчаса я был в таком Возбужденном состоянии. Впервые я с отцом на военной лодке, Мы заплыли в камыш, Мы растаялись, Мы знаем, что здесь полно громадных рыб. Все они будут сегодня пойманы. Через два-три часа мы ничего не поймали. Был только один удачливый рыболов, Который поймал несколько маленьких рыбок таких вот. У него все клевало. Я сидел рядом и постоянно Макал свой плавок в воду. И никак оно не ловилось ничего. К одиннадцати часам я понял, Что рыбалку я не люблю. В двенадцати мне захотелось спать. Я лег на дно лодки. Она была холодная, Я начался. Я вдруг начал замечать, Как-то сыро на лодке. Дождь пошел. И вообще, что я здесь делаю вообще? В этой лодке. В четырем часа у меня Сосед поймал еще две рыбки. Я не поймал ничего. И вот я уже сидел отчаявшись. Вот в поплавок уже даже было лень В воду отпускать его. Но я все-таки забросил в последний раз. И тут у меня как клюнет. Под всеми плавками. И там вот тот, который рыбку ловил. Он профессиональный такой человек. Он там с Настей у него хорошей был. И я от страха выдергиваю Эту самую. И вытаскиваю вот такую рыбину. Как? Зеркальный. И я... Вы можете себе представить только человека, Который Поймал четыре больших вот таких вот рыбки. Там плавнички. И он смотрит на меня. И смотрит, что рыба, за которой Он находился целый день. Оказалось у меня. И я ее вытащил из страха Прямо в лодку. Мне было лет 12, наверное. Прямо в лодку. Она так вот упала. Я порвалась в лодке. Повезло. Не надо ни вываживать еще. Просто так получилось. У меня просто сильная крепкая удочка была. Очень толстая резка. И так мне повезло. И рыбалка для меня засияла. И стала абсолютно самым лучшим событием. Я уже забыл, что было холодно. Что было самое. Я уже этот поплавок макал, макал постоянно. И думал, что я еще поймаю. Я ничего не поймал. Но этой рыбы мне хватило для того, Чтобы я полюбил рыбалку. С того момента я ходил на рыбалку каждый день. Когда лето было. И понимаете, вот у рыбаков, рыбаки четко знают. Когда не клюет рыбалка, это ужасное дело. А когда вылезаешь после рыбной ловли, Ты на ужасный греб. У тебя ноги затекли. Ты обезжаешь на берег. Вытаскиваешь эту сеть. Со всеми этими растениями. Все, что там есть. Начинаешь мыть. И понимаешь, что рыбы нет. Придешь домой без рыбы. И ты понимаешь, что все очень плохо. И тут появляется некий учитель. Он, конечно, разбирается в Библии. И он, конечно же, говорит. Он еще все понимает. Как жить в этом мире. Но ничего не понимает в рыбалке. И он говорит ему, закинь сеть. Мне кажется, что Петр был очень воспитанным человеком. Потому что после того, как ты целый день ничего не поймал. У тебя не светится ничего. Я думаю, что я бы ему не те слова сказал. Но он говорит, ладно. Трудились мы целый день. Не покладая рук. Всю ночь трудились. Не покладая рук. Ничего не поймали. Но раз ты говоришь, ладно. Может быть, ты что-то знаешь. Я себе представляю просто. Человек, который пришел в церковь. Который трудился всю неделю. Которого куча много разных дел было. Он устал. У него все уже в жизни тяжело. Он пришел в церковь. И тут проповедник говорит ему. А почитай еще каждый день Библию. А вот сделай еще, Бог. Вот это говорит. А вот послушай, что Библия говорит. И он себе говорит. Я понимаю. Я трудился всю неделю. У меня ничего не получалось. Ну раз ты мне... Нет. Ну вот раз ты мне говоришь. Ну попробуй еще что-то сделать. И я понимаю, что я бы приблизительно так же реагировал на слова. Ну ладно. Ты ничего не понимаешь в моем деле. Ты ничего не понимаешь в моем бизнесе. Ты не понимаешь ничего, как я делаю. Но ты мне говоришь какую-то вещь. Ну ладно, сделай. И он делает. И происходит чудо. Я думаю, что у Петра где-то так же, когда он увидел эту лодку, он потащил, он просто не поверил, у него зажглась та же лампочка, и он полюбил так же рыбалку, так и я полюбил, когда вытащил рыбу. И он даже стал кричать, приезжайте. Они все вместе полюбили рыбалку, они все поняли, что жизнь налаживается, все стало хорошо. Произошло чудо. Для них это было чудо. Они были профессиональные рыбаки, и они понимали, что такого улова не бывает. Может быть, это был единственный в их жизни улов. Если честно, у меня вот этот карп был самый большой в жизни. Для меня это вот как чудо было. Это был единственный такой улов для них в жизни. Это было их чудо. Это то, что осталось у них до самого конца жизни. И апостол Петр, Симон, понимает, что что-то здесь выходит за рамки обычных вещей. За рамки того, что он понимает. Его вдруг охватывает некий страх. От рыбы он переходит к анализу своей жизни. Он понимает, а вчера я вот это сделал, а позавчера вот это сделал. А я вообще грешный человек. Как я вообще живу? То есть он перестает думать о рыбе. Он начинает думать, как я вообще живу? Какой я вообще человек? Какой я гадкий человек? Что происходит вообще? Что происходит? Причем тут рыбалка и грешник вообще? Петр понимает, что здесь происходит чудо. И он падает на колени перед Господом и говорит, отойдет меня. Я грешник. Иисус говорит ему, не бойся. Не бойся. Я знаю. Но он так не сказал, я знаю. Но не бойся, что ты грешник, другими словами. Он сказал, отойдет меня, что я грешник. Он говорит, не бойся, что ты грешник. Нет, я из тебя сделаю того, кто будет ловить человека. И он, конечно же, указывает на громаднейший улов, который был у Петра. И говорит, у тебя будет такой же успех в ловле людей, как сейчас, когда вы ловили рыбу. Ты будешь искуснейшим ловцом людей. Петр услышал все это, анализировал, вытащил лодки и решил, что теперь я пойду за Иисусом. Такая история. История, мне кажется, наполнена множеством красок. И можно долго размышлять вообще и представлять себе, как это происходило. Представлять себе запах вот этого водоросля, который есть там. Рыбы. Рыбный запах на саду. Холода, затекших коленей. Представлять себе вот это все, если понимать, что Иисус явился Петру в этих вот всех обстоятельствах. Несколько вещей, которые, на мой взгляд, очевидны в этом отрывке. Первое. Бог пришел к человеку, изможденному житейскими трудностями. Вот он пришел к нему, когда человеку было очень тяжело. Во-вторых, Бог сделал что-то, что сломало вообще представление этого человека о жизни, о том, как мир устроен, как он работает. Бог показал так, что весь твой опыт, все твои знания, все, что ты понимаешь об этой жизни, не соответствует действительности. Он же сказал ему, Симон сказал ему, я-то знаю, как все это работает. А Бог сказал, работает не так. Этот мир работает не так. Ты привык, что он работает так. Весь твой опыт в твоей жизни говорит, что он работает так. А мир работает не так. он живет по другим законам еще одно наблюдение после того как человек осознает что бог действует по-другому что мир работает не так что в жизни есть что-то больше чем твой опыт твои знания твое понимание жизни что-то изменяется внутри это влияет на человека на человека повлияло это чудо но казалось бы много рыбы да можно было встречать то есть сразу же сесть думать сколько я продам сколько будет денег как я на эти деньги построил может быть я куплю себе новый баркаст там может быть я себе GPS-навигатор куплю у которого будет рыбу от лавы но есть такие штуки сейчас он думает не об этом он начинает думать о всей своей жизни чудо больше как такое действие производит на человека что начинает думать о всей своей жизни в этой ситуации мы также видим что через это чудо бог объясняет человеку суть того что происходит вокруг него мы все живем в иллюзиях это не буддийское утверждение это не значит что мое тело иллюзия нами или мой компьютер иллюзии вы все иллюзии я говорю сейчас не то что я говорю иллюзия я не об этом говорю мы живем в мире где нам нарисованы картины того как устроен этот мир и мы в них верим мы все знают например что чудес не бывает или по крайней мере думаем или по крайней мере думаю что чудеса в моей жизни не происходит мы все многие люди знают как бог относится к человеку многие люди знают что если он сделал так то будет вот так многие живут какими-то своими представлениями жизни мы все являемся людьми которые руководствуют себе иллюзиями иисус и петр тоже руководствовался делюсь и он понимал он думал так что я-то знаю когда рыболовец когда не ловится если она не ловится никогда не ловится почему он не понимал он не понимал что бог может прийти в его жизнь и сделать так чтобы рыба ловилась что бог контролирует ситуацию не узнал конечно теоретически об этом он был хорошим мальчиком наверно он учился в синагоге и наверное ему рассказывали истории из библии он понимал что бог делал много чудес но наверное в данном случае он не применял так себе как многие из нас не применяют так себе и думаешь что чудеса то могли произойти в жизни моисея иисуса но не меня не в моей жизни ну и последнее я хочу отметить что я вот здесь видел что человек когда видит чудо божье реагирует на это чудо и начинает поступать так как он бы не поступал до этого момента до этого момента жизнь петра была простой нужно было ходить в море ловит рыбу продавать ее жить на эти деньги построить пару лодок воспитать детей и в общем-то и оставить эти лодки и уйти в вечность после этой встречи он бросает лодки бросает дом бросает свой привычный образ жизни идет за иисусом становится главой церкви умирает мученически на кресте как говорит нам церковь перевернутой головой вниз жизнь после чего нам меняется потому что человек начинает видеть что мир не такой как он представлял себя до этого момента иисус сказал петру будешь ловцом человеком и и за мной это не означает что каждое чудо которое происходит нашей жизни призвано каждому из нас сказать ты будешь ловцом человеком не за мной это было то что он сказал петру но я хочу сейчас сказать что каждое чудо которое производит жизнь в жизни людей призвано для того чтобы донести на не какую-то истину которую они не понимали до этого момента вот примеру дальше не будем читать часа отрывок но в луки 5 17 25 говорится о человеке которого иисус исцелил помните друзья принесли его в дом дом зайти нельзя было они разобрали крышу спустили его иисус его исцелил помните тогда что фарисеи подумали о том и он сказал прощаюсь тебе твои грехи перед тем как исцелил и фарисеи подумали кто он такой что может грехи прощать это же бог прощает грехи а иисус сказал а что проще сказать прощается грехи или исцелить и тебе говорю встань и и и тем самым он донес какую истину до людей что иисус христос имеет право прощать грехи что тем кто верует в иисуса христа могут получить прощение грехов и человек который услышал это я думаю своей жизни четко понимал что в том числе и ему бог говорил что бог из прощает грехи через иисуса христа это чудо было имела определенную цель она показывала что бог прощает людей через иисуса христа в луки 8 43 дальше написано о женщине которая всю жизнь страдала кровотечение помните уже кровотечение было проблематичным но во-первых это само собой неприятно это болезнь это слабость и от этого хочется избавиться постоянно но кроме того женщина страдающей кровотечением по израильским законам согласно моисеевым книгам была нечистой она не могла прийти туда где молились к ней нельзя было прикасаться она была изгоем и она много денег отдала все свое состояние и так хотелось от этого избавиться чтобы к ней начали относиться хорошо так хотелось избавиться от этого что она потратила все свое состояние на врачей на никто не мог ничего сделать и когда иисус шел она украдкой коснулась его тихонечко по еврейским законам сделала его нечистым сделала преступление если такая женщина касалась другого мужчины мужчина мог на нее раскричаться мог еще сказать что ты делаешь нечистым иисус и исцелил написано что сила из него вышла и потом он спросил кто меня коснулся и она подумала что сейчас он не будет ругать а он сказал ей не вера твоя спасла тебя что иисус хотел сказать этим чудом этой женщине а через день она что для спасения человека важна вера в иисуса христа она подтверждается чудом бог делает чудеса так чтобы донести до нас суть происходящего в нашей жизни и изменить нашу жизнь вот истинная суть этих чудес как делать бог чудеса чтобы показать нам истинная себе чтобы наша жизнь изменилась чтобы мы могли с этого момента жить по-другому это единственное и правильное понимание того что происходило когда бог делал чудеса я хочу заметить больше апостол пётр после этого чуда настрадался столько что нам хватит на много людей он пережил предательства ну сам предал иисуса христа и пережил эти муки и раскаяния совести и бог его просил после того как иисус воскрес он стал проповедником его посадили бросили в тюрьму побили он пережил гонения он пережил на вот эти вот на другая тесто одним он прятался от властей продолжал проповедовать жизнь его была не самая лучшая и самая хорошая с нашей точки зрения с нашей точки зрения хорошо когда все правильно тихо когда есть достаток ты живешь в своем доме у тебя есть дети я все получается конечном итоге все хорошо вот это счастливая жизнь с этой точки зрения у петра была не очень счастливая жизнь после того как он пошел и стал ловцом человека да и закончил он ее не очень хорошо когда были гонения его поймали вместе с другими христианами он естественно не отрекся от иисуса и его растяй иону а чё это говорит чудеса то что бог сделал жизни петра чудо это его вовсе не избавило от сложности печали но петр уловил самую главную мысль которая до него доносил иисус иди за мной я я ловлю людей я их спасаю я собираю свой народ ты в этом будешь участвовать это славное дело и петр правильно поняв это все пошел за ним и стал делать то что бог хотел чтобы он делал как это отличается часто от нашего представления о том как действует бог мы все жаждем чудо мы все жажда чудо в нашем понимании это боже измени мою жизнь чтобы не было хорошо и легко от человека который не видит этих чудес в своей жизни говорят слушай брат у тебя мало веры сестра ты больше молись у тебя будет больше чудес бог решит все твои проблемы все будет хорошо и люди молятся и часто не происходит и к чему это приводит наверно бог не любит наверно я грешник наверно моя жизнь что-то не так другие начинают говорить это все сказки это все было там с петром возможно было с петром я даже не знаю было ли оно там или не было ну там это сказки все а вот в моей жизни такое никогда не будет это тоже есть такая такое неверие у людей возникает если мы правильно понимаем для чего бог делает чудеса у нас не будет таких сомнений мы не должны думать что бог может делать чудеса только для того чтобы нашу жизнь сделать такой какой мы хотим ее видеть бог делает чудеса для того чтобы выполнить свой замысел для того чтобы донести свои истины до нас для того чтобы изменить направление нашей жизни были в вашей жизни чудеса вот сейчас подумайте вспомнить я вспоминаю одно чудо когда-то еще до молодости ранней молодости только уверовал и так получилось до конца месяца мне не было денег я что-то в церкви служил но как-то попросить особо никого не хотел и да и как-то неудобно человек буду просить тем более потратил деньги я не потому что и вообще не было потому что неправильно потратить но так оказывалось что до конца не конца месяц и них нет и как-то уныло все и тусклая темная ночь и кстати доллар когда был один объясним сейчас почему я вижу 20 гривен 20 гривен есть доллар может перевести на нынешний курс я наклоняюсь и искренне говорю господи я благодарю тебя за эти деньги и впереди вижу еще 20 гривен господи я искренне благодарю тебе за еще 20 гривен и впереди еще я насобирал 200 гривен 100 долларов а это вполне достаточно чтобы прожить не только до конца месяца вообще два месяца ну может меньше ну полтора точно еще рядом кошелек лежит я сложил аккуратно деньги в кошелек и поглянулся никто и не претендует кроме меня на эти деньги я положил карман и возблагодарил бога и прошел окон за месяцами и что я понял из этого но были случаи когда у меня не было денег я просил а денег мне не давали и бог не давал денег и было трудно и иногда прошу денег дай на это боже а он не дает но в тот момент я понял я не один в этом мире он со мной тебе нужно просто делать то что нужно позаботиться о тебе для меня это было может быть детская на тот момент было очень важно и правильная истина который я воспринял что бог позаботиться обо мне и найдет способ решить мои проблемы так как он считает нужным я я я вы не подумайте меня я я не пользуюсь чудесами каждый день и я не говорю господи дай мне 200 долларов дам и у меня не появляется это не делаю и оно так не работает вообще но в тот момент это было важно для моей жизни потому что не знаю почему но это было важно в моей жизни чтобы я понял что бог на моей стороне что он за меня что он заботится о тебе каждый день и он знает что до конца месяца у тебя нет денег каким-то образом он решит бог делает чудеса нашей жизни так чтобы мы понимали его вечная истина что я сделал после этого потому что чудо но еще оно тогда имеет смысл когда ты начинаешь жим к другу у меня появилась смелость не значит потом меня она не пропадала но в тот момент смелость я буду жить вонам я буду идти за ним я буду доверять ему и говорить что нужно я продолжал идти за ним для меня в тот момент это было очень важно а в вашей жизни были чудеса и чтобы он говорил вам через них я бы хотел сейчас чтобы мы ну вот подумали и может быть у кого-то было такое чудо поддержите мою проповедь она она я вот тут немножко по приему знаете вот я рассказал все это хорошо но сейчас надеюсь что проповедь станет ярче благодаря тому что вы скажете о чудесах поэтому может быть у кого-то было чудо и вы скажете о том что собственно говоря произошло и чему вы научились есть но я надеюсь что следующий год не договорен просто позавчера произошло чудо с моей подругой которая когда-то вместе с собой пришла к Богу я ей рассказала она покаялась это горела она она призывала людей она прям вот была как для Господа самым лучшим ребенком потом как оказалось потеряла вот эту любовь первую так стритала много лет просто и уже опустила руки в церковь то есть стала ходить уехала в село к маме маме девяносто пять лет и просто так смотрела за ней очень я вот ей звонила на день рождения и могла дозвониться потом месяц прошло я не могу ее найти где потом еще и я у меня резко вот вот был какой-то момент такая душевная духовная боль за нее у меня такие мысли были что наверное она заболела и возможно даже не была и возможно это это рам какой-то что-то вообще для нее что со мной было я начала молиться какую-то такую вот молитву я не знаю что как молиться но возможно молился дух за ними просто что вот я прям ощущала что прям угоела что изначально пришла я только обратно пошла между вами и говорит что случилось я не могу тебе двое месяц вышество уже думала а то умерла он навел ее двое месяц назад у меня был рак в груди и когда мне сказали приложили химиотерапию и родственники приложили деньги в общем она отказалась она говорит я знаю господь я так хочу опять почувствовать эту любовь я хочу чтобы Бог исцелил в общем пошла сделать опять что-то как-то легче стало она пошла сделать анализы и все хорошо она здоровая ее Бог исцелил и она опять горит в Боге говорит все ее никто не раздражает она хочет говорить о Боге всем она очень такая окрыленная такая я за нее такая счастливая очень слава Богу спасибо ну вот так бывает я я реагирую на такие вещи означает ли это что любой человек который не будет лечиться от рака правильно поступает абсолютно нет в жизни этого человека произошло так у кого-то произойдет по-другому мы знаем замечательных людей которые молились Богу и Господь решил что они должны умереть и знаем людей которые лечились и излечились от рака здесь нет закономерности в данном случае Бог что-то говорил моей жене что-то говорил этой женщине что-то говорит каждому из нас есть у кого-то еще такие вещи в нашей жизни много было чудес Сережи вот последнее одно из самых ярких вот там в нашей школе в Мудине Рэйша есть молитвная группа мы собираемся по пятницам и последнее о чем мы молились о чем я просила чтобы молились идти мы в школе было все очень плечевно с воспитательницей и ну как бы я видела что дети страдают она плохо с ней выступала и я приходила и я все видела все слышала я пришла на эту группу просто пожаловалась мне потому что нам не хотелось выплеснуть все про это рассказать Сереже жалуюсь вот и говорю давайте молиться мы начали молиться и через время уходят да и получается что мы остались вообще без воспитателя учителю очень тяжело нам было тяжело потому что Сережа был я занимаясь развозкой в школу со школы нас вот и в конце концов ну мы продолжали молиться ну у меня была уверенность что когда мы вместе собираемся и что-то просим Библия написана там где-то более трое собираются по своему полетам я посреди вас и в итоге у нас сейчас ну просто замечательная воспитательница я вижу как она с ними занимается она с ними считает они какие-то делают поделки Тима бежит ее целует я вижу как она ее собирает ну прям ее с рук не слазит я говорю Тима домой пошли он хочет домой идти мама в школу мама к Николаевне к Витальевне в общем у нас радость и я ну благодарна Богу это чудо для нас а ты можешь сказать чему Бог тебя научил это чудо если есть что-то такое мне нужно у меня у меня очень часто мало веры и ну я поблагодарила тех людей с которыми мы собираемся я вижу что нужно верить если нужно ну нельзя сдаваться потому что Бог хочет показать нам что Он силен просто мы очень часто было верно я верю что Бог силен и что Он любит Диму и ну нет никаких сомнений что ну не знаю просто благодарна Ему безмерно благодарна спасибо и вот хорошая иллюстрация от того что Дима говорил ничто не может нас отлучить от Божьей любви еще тут да собер руки уже без рук я надеюсь что что-то сейчас всех ободряет ну на самом деле для меня наверное одно из таких лиц это мой приход Богу потому что до того я не знаю может рассказывал или нет до того как я узнал Бога было несколько моментов что мне о нем говорили жена моя будущая говорила на тот момент мы еще даже и близко не были женаты вот и я не воспринимал это вообще вот и он решил проявить себя в момент когда у меня была особенная период одиночества депрессии ощущения что меня никто не понимает и со мной никто не разделит те чувства которые я сейчас переживаю и в этот момент в один прекрасный день он пришел ко мне я явил мне свое присутствие ощущение своего присутствие до того дня я считал что мы просто как пил машина которая какое-то время существует потом когда умирает это просто как механизм как телефон выбрасываем когда он перестал работать так человек когда перестал работать мы его выбрасываем после того я уже понял что мы не одни здесь и что есть кто-то кто близок и кто хочет быть близким кто-то кто личность а не просто какая-то сила это то чему он меня в этот момент научил через это он меня направил к поиску его через несколько месяцев я начал писать библии а что это было то есть вот ты говоришь ты ощутила что это было конкретно ну конкретно это было очень острое чувство того что он за спиной что он рядом что он тот что что кто-то рядом со мной сейчас кто-то близко как друг который вот у тебя за спиной стоит ты вот сейчас обернешься с ним и начнешь говорить это как бы такое вот так бывает вот так бывает там Наташа одно было я постараюсь коротко так может кто-то знает что у меня уже полгода где-то машина но начали на ней ездить после нового по выходных по субботам я просил кого-то чтобы было с мной потому что мне страшно было ездить честно говоря и вот два недели уже пару раз сам поездил с семьей я на два недели там отдал друзьям машину они користовались и в пятницу на группе машину отдали мне снова я поездил с поездил с что так все же переведил я вернусь стою чекаю уже весь струшусь подходит полиция питает вам все видно все добре скажу так дякую все нормально потом доходит что не включенные фары как я это сделаю не понимаю но не включенные фары у меня были такие вот и он ну права проверяет все он говорит ну вы что понимаете вам повинен штрафы писать я говорю ну по дитячому попереджениям обидимся не часто езжу просхвиливался так знаете ну ну все нормально что ж выписываете пішов в машину взял мои документы скажу даже не про штрафы что уже будет поздно там в моей справе чтобы все времена приходит он буквально отдаёт мне паспорт как паспорт он говорит езжайте не забывайте для меня это было диво ничего не вписали ничего не выписали я был богу вдячний сподіваюсь что это не означает что мне ездить не можно но так Бог так что милиция выступает право в полиции это что мне Бог очень научил чему постоянно учить что у него свое время да у меня спеверина значит у него свое время он никогда не опаздывает и всегда проходит вовремя и просто в моей жизни очень много ситуаций то сказали вспышлений когда там на день позже на месяц позже на третий секунд раньше меня бы просто здесь не было физически буквально и Саша меня тоже было неинтересно с парами буквально ну кто-то из вас знает кто-то нет что меня два года назад диагностировали неоному ну и вот это и врачи которые со мной работали мы говорили что это нереально такого не бывает ты пришла в тот самый момент когда вот раньше было бы плохо мы бы не поняли что это она а позже было бы поздно потому что уже некого было бы лечить где-то недели две или три назад я тоже ехала и если бы я была чуть-чуть быстрее наверное где-то секунд на тридцать или на минуту я не знаю стояла бы я здесь перед вами или нет но потому что была авария была бы а так просто машина на голове развернула и она благополучно в ней не попала то есть это те ситуации которые ну от меня вообще не зависят я не могу на них влиять никак и вот эти все иногда я пытаюсь спорить с Богом с ним ругаться торговаться договариваться это не работает ну вот вот просто не работает я это у меня очень очень ценное терпение сувенение понимание того что знаешь что я знаю что ты девочка проект я знаю что ты постоянно добиваешь о своих целях я знаю что ты постоянно что-то делаешь ну знаешь солнышко отдохни ну и вспомни кто ты на хозяин лучше как поспи вот и ну я просто я понимаю что ни один человек на этом земле то есть не родители не друзья никто не лучшие аналитики там резко менеджеры не в состоянии вот так управлять моей жизнью но кроме него вот спасибо спасибо я думаю что мы должны здесь поставить паузу но это не означает что вы не можете рассказать если у вас есть желание что-то рассказать подобное поделиться чем-то на следующем собрании подготовьтесь и попросите сюда расскажите потому что Бог через эти вещи очень многому нас учил самое главное что я хотел чтобы мы вынесли сегодняшнего нашего собрания из проповеди то что Бог делает чудеса так чтобы донести до нас какие-то важные истины и чтобы мы благодаря этому стали жить по-другому пусть Бог благословит это видеть и понимать аминь Господь я благодарю тебя за то что ты ответил Петру на его чаяние сердце благодарю тебя за все эти свидетельства которые есть вокруг нас я благодарю тебя Господи что ты питаешь нашу веру я прошу тебя чтобы ты нас всех воспомнил благодаря этому веру и чтобы наша жизнь менялась благодаря твоему участию просим тебя чтобы ты являлась себя нам чтобы мы ощущали твою любовь что мы были вместе с тобой во имя Отца и Сына и Святого Духа Аминь